Зарисовка в стиле «Никому не здрасте». Сегодня вторник. Утро. Я иду на работу. Холодная гадка. На улице настолько гадкая погода, что я сегодня безумно завидую фрилансерам и безработным. Я так не хотела сегодня выходить из дома и выспалась опять в очередной раз. Очень творческая работа. Делаю себе объявление по работе. Про трудоустройство. Ну вот, правда, меня уже забрало, он тормозит. Мой старенький Сименс. Пришлось перенести его сюда. Я на все свои работы хожу. Как вниз с камерой, то с ноутом. В общем, работаю, придумываю. Работу, работаю. И, кстати, тут тоже без блокнотов не обходится. Реально. Пока что еще не могу все запомнить, потому что все постоянно записываю. Отмечаю. Потому что обязательно что-нибудь забуду и растеряюсь в самый нужный момент. А вообще переход на новую работу дался мне немножко сложным. Потому что я уже столько лет работала на одной работе, занимаясь одним делом. Я просто закостенела. Мне было крайне сложно переходить на новое место. И сейчас я осваиваю какие-то новые навыки. И я понимаю, что просто у меня работа такого плана, что у меня не такая бешеная загруженность, как на предыдущей работе. И как бы я сама выбираю себе график работы, как я работаю. И это гораздо лучше и проще. Я не могу к этому привыкнуть. Просто я не могу. Крикопедно. Поэтому привыкаю. Потому что я и говорила, что в каком-то из своих видео предыдущих, что оказывается есть работа пока стоя, после которой может не дергаться глаз. Это была вечерняя бесячка Ромы и папы. Ром, да ешь конфету, будь ласку, потом гоняй. Я пытаюсь согреться. У нас там, по-моему, петечка растоплена. Сейчас пойдут нагреться. Потому что сегодня ужасно замерзнут. У нас вообще на улице похолодало сегодня. Не то, что плюс семь. Там, по-моему, плюс пять было на улице. Ветер, сырость. И я сегодня вынуждена была много времени провести на улице. Так продрогло уже капец какой-то. Поэтому я перешла на свои любимые тапки. Теплые, с уточкой. По-моему, это признак того, что скоро зима. Я надела тапки дома. Ага, и что того, что в хате 17,5 градусов. Не, ну это все равно теплее, чем на улице. Я же принимаю тебя. Бесячки. Я не понимаю папочку. Я. Мама! Видом! Куда дверь дом? Что будет тянить? Мама. Мама, почини домик. Сейчас починим. Починим, так починим. Мам, спасибо, мама. Рома вырос и теперь живет от пиры. Рома одна съезжает? Да. Рома решил, что он будет поступать на бюджет. Да. Пока. Ага. Я там. Кто там? Это я. Кто я? Это Рома. Кто там? Это я. Рома. Рома? Точно Рома? Да. А может нет? Да. А может понтик? Нет. Рома понтик? У меня в семействе орхидеи пополнение. Белая цветет до сих пор. Мама, это вот, мама. Все хорошо. А теперь еще новенькая на две веточки. Такая вот красивая. Я, конечно, надеюсь, что она не превратится потом тоже в белую, так как эта. Она будет и такая же красивенькая. И я под цвет купила ей горшочек. Он тоже розовый. А фиалки все по-прежнему. Одна единственная какая-то осталась жить. Цвести. А все остальное вообще, блин, темное. Эх, когда же не опять расцветут. На этом мы заканчиваем еженедельную отчетность по моим растениям на подоконье. Работа есть. Работа я пришла. Рабочий день закончился. А вот домашние дела еще никто не отменял. И первым делом я хочу почистить крестик мужа. Вот такой чуть-чуть потемнейший. Он цепочку почистил, когда носил ее в ремонт. Она такая идеальная, типа чистая. А крестик он не брал с собой. Соответственно, его не вычистили. И буду чистить серебро сейчас по своему домашнему методу. Мне понадобится стеклянная тара. Дальше фольга. По-моему, сложена она в 8 раз, по-моему. Короче, сок фольги, который мы кладем на донышко стакана. Чего-то я не могу его по-человечески туда положить. Дальше туда же я засыпаю соль. Содом. И чуть-чуть моющего средства для посуды. И теперь это все дело надо залить кипятком. И быстренько кинуть туда крестик. О, еще более места. Да. Ух, какая калетия. Теперь ждем. Оно всплыло. Там не очень видно, чтобы оно... И вон там вот бурлит. Это идет реакция. Уда, это же кипяточек. Да, это кипяточек, зайчик. Вот эти вот пузырики, значит, что чистится наш крестик. Сейчас пузыри сойдут. Реакция закончится. И, в принципе, можно считать, что крестик чистый. И пока оно тут добурлит, я схожу за зубной щеткой. Итак, это первоначально, что получилось. Тут спереди много таких мелких деталей, поэтому тут надо сейчас почистить еще щеткой. А сзади, то, конечно, очистилась идеально. Но это, конечно, не профессиональная очистка, так как это сделают в ювелирке. Но, тем не менее, сейчас я еще обчищу его щеткой и покажу, что получится в окончательном результате. Я закончила. Все почернение ушло, отмылось, оттерлось. Вот тут немножко осталось. Но, мне кажется, не. Потому что это уже оно поцарапанное. И все. В принципе, вот таким методом очистки очень хорошо чистить серебро. Именно серебро. Я, ну, не знаю, на золото никогда не пробовала. Серебро от потемнения, вот, которое получается на металле в ходе носки. То есть, там, когда носишь, там где-то пот, грязь, жир какой-то оседает. Вот таким методом очень хорошо отмывается вот это такое повседневное загрязнение. Это, конечно, не профессиональная очистка. Ну, типа того. Ты молодец, ты молодец, нет? Ты молодец, ты молодец, нет? На, папа. О, красиво. Что молодец? Мама молодец. Мама я так. На. Еще по вечерам после работы у меня обычно уборка на кухне. Ну, такая, по мелочам, вон, там, дыня лежит. То есть, ее надо будет убрать в холодильник. Банки надо расставить, рассортировать, потому что мелкий заболел. Не сильно по мелочам, но заболел. И получается, вот лекарства тоже, как-то, проскидываются, не складываются на место. От соплей. Вот тоже от соплей. Да. О, орехи. Надо почистить. А, это не наши орехи. У нас ведь во дворе орехи растут. Это не наши орехи соседского дерева. Они, блин, это, они дубовые, я не могу его расколоть. А наши орешки, они такие, что не раскалываются буквально, там, чуть-чуть одним нажатием. И вот лежат они, как это самое, как чемодан без ручки. Никуда их не деваешь. Тенечка. Я радуюсь искренне тому, что я убрала на выходных Одно мыло кухню. И у меня все в этом плане чистенько и аккуратненько. Так, это надо умыть. Нет, это не уносим на мойку. Термокружка остается здесь. Детская чашка уносится на мойку. И вот эту штуку, кстати, надо регулярно мыть. Потому что она может заплеснють внутри даже просто от того, что в нее наливали воду. Поэтому надо мыть. В общем, мало бабам уроки. Тону себе пора вся. Еще миски нужно на место поставить. А то, получается, посуду перемыло, и ее там целая гора стоит. Это все вымытые посуды. Это как в том приколе про это. Поставить стирку 5 минут. Цикл стирки 30 минут. Развесить на сушку 10 минут. Убрать с сушки в шкаф 7 рабочих дней. Вот у меня точно так же с посудой. Как-то стирку я сразу раскладываю. Так, а все мои мисочки у меня влезают вот сюда. Только их нужно правильно разложить. Вот так. Общие кучи стоят здесь в шкафу. Я никак не могу их правильно организовать. У меня не получается. Будем что-то придумывать. Вот эти пакеты я использую для заморозки. Я каждый из них использую там 2, максимум 3 раза. И потом я их выбрасываю и беру новые. Может, не рационально с точки зрения разумного потребления. Но, тем не менее, бумажных хороших пакетов я пока не нашла. И многоразовых пакетов, типа как икеевские, у нас тоже нет. У нас вообще икеи в Украине нет. Вы видели, блин? Мошки какие-то живут. И кастрюльки. В кастрюльке живут в том же... Ух ты! Вот это да! Класс! А что это такое? Классное. Ага. Это это складание. Радец. Они живут в том же шкафчике, где у меня живут. К миске. И мы их сейчас тут аккуратненько сложим. Чтобы было красивенько. А по факту, не то чтобы красивенько, чтобы просто ничего отсюда... Ай, блин, это же не отсюда. Чтобы ничего отсюда не вывалилось. И ведерочки из-под йогуртов. Вот такие вот литровенькие. Не выбрасываем. Собираем на дачу. Оказывается, очень классно наносить в них всякую мелочёвку. Типа малины, клубники, ежевики, смородины с дачи. В общем, поэтому... Блин, я перестала выкидывать йогуртовские коробочки. Это что, старость, что ли? Да, мама. Коробки. Окей. Вот. Это, наверное, старость. Мне жалко баночки из-под йогурта. Всё. С кухней я разобралась. Можно идти отдыхать. Рома тут у себя порядки наводит. Не, ну что, молодец, в принципе. Вообще ничего не вырадится. Надо только по мелочам игрушки в корзину поскидывать. Пакет, в котором он носит свой конструктор. Вот так вот. Угу. Да. Вот. Всё. Ты любишь, что я прибрал? Не дуже подобается, как ты прибрал. Я что? Чисто-чисто. Я люблю прибраться. Можно раскидаться, прибраться. По-моему, ты больше любишь раскидаться, но не любишь прибраться. Ты любишь прибраться. Угу. Чё-то я не заметил. В общем, вот так вот. У мелкого сейчас какой-то такой странный период начался. Он за час по 15 раз выспрашивает у меня, люблю ли я его. Мамы, которые более опытные, расскажите, это нормально? Я, конечно, не устаю. Да, паровоз. Не устаю ему об этом говорить, но... Так странно. Да. Да. В общем, так вот. Уже на протяжении очень длительного времени реально конструктор – это наша самая любимая игруха. И никакой другой. Здрасте. Его так не впечатляет, вот как такой вот обычный. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok